11 новых футбольных полей появится в Чувашии в этом году и большая их часть в районах. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на обустройство спорт-объектов выделено более 356 миллионов рублей. Наши дети в этом году выиграли всероссийские соревнования по хоккею, шайбы среди средней группы в городе Салават, в республике Башкортостан. У нас очень большие перспективы. Этой коробке уже 15 лет. Коробку этой зимой заливали только для массовых катаний. Серьезные тренировки хоккейной дружины она не тянет ни по состоянию бортов, ни по размерам. Это как бы для детей поменьше размер был, а сейчас будет на соревновательном уровне. Больше и шире. По проекту рядом с самой крупной Яльчевской школой и ФОКом должен развернуться целый комплекс спортплощадок. К баскетбольной добавятся новое хоккейное и футбольное поле. В проектно-смертную документацию входит хоккейная коробка размером 30 на 60, футбольное поле размером 65 на 105, беговые дорожки 400 метров, прямо я 100 метров. Они вот беговые дорожки с искусственным покрытием, урепол, резиновое покрытие урепол, а футбольное поле с искусственным покрытием. Еще имеется там трибуна на 200 мест, две трибуны по 100 мест. Есть благоустройство территории, ограждение забора и освещение. Итого работ на 28 миллионов. Администрация района готовит аукцион. Как будет определен подрядчик, в поле выйдут строители, чтобы успеть сдать объект к новому учебному году. Как такового стадиона у нас нет. У нас был центральный стадион, но он далеко находится. И вот как бы наша мечта была, что рядом с нашей школой был нормальный стадион, где дети действительно могли развиваться, себя развивать могли в спорте. Именно хотелось бы, чтобы развивалась у нас легкая атлетика, хоккейный спорт тоже. Помимо уроков физкультуры, на новом поле планируют проводить районные турниры среди детей и взрослых. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.